Классная система повторов, вот. Ну чё у нас у Валентина, значит, говоря, вот. Мак у обоих со стадиона, вот, у Валентина взятка, потому что он не боится её использовать. Воин с какахой на голове, вот, у Валентина эльдрилл боковой, вот так вот, боковой палец. В общем, неприятненько, неприятненько. Я думаю, три хода не догоним, но посмотрим, Ситар, посмотрим. Может, где-нибудь уже на шестнадцатой. Но там самое веселье за три хода до конца. Вот так вот. Вроде у шведы симпатичная команда, да? Но ты смотришь на неё, и есть какое-то чувство слегка недоделанности. Три нулевых козла. Один, ой-ой-ой. Красивый и крепкий. Люблю такие подборы меча против эльфов. Но, с другой стороны, стоит сказать, что швед встал очень осторожно. И, как бы, конечно, тут эльдрилл есть. Но добраться до меча всё равно очень трудно даже с эльдриллом. Вот так вот. Вот зачем, правда, пятку подставили, я не понимаю. В плане того, что... Швед, я думаю, понимает, что... Ну, пятку надо бить. Валентин всё-таки в этом плане ученик непрухи. МБК Чунес ничего не сделал. Нет, ПО равно недоделанная команда. Нет, мне кажется, что... Недоделанность немного в другом. Было бы неплохо, чтобы Новый Воин был бы с гордом поверх блока. Это раз. Во-вторых, всё-таки неплохо иметь, типа... КОЗЛОВ для этого. Обидно. Забавная была идея у Валентина, но немножко не получилось. Неплохо было бы иметь ещё... Как это называется-то? КОЗЛОВ вот с кем-нибудь минимальным набором, типа БЛОК ГАРД или БОРЬБА ГАРД. Чтобы был полный фарш. Это фарш, но ещё не полный. Привет, Дон Кихот. Но мы сегодня смотрели великолепную игру, где... Как это называется-то, товарищи-то, а? Где Граддор Ограми уничтожил Башурику команду. Крыс. Понимаешь? Я редко вижу, когда Огры почти 3-0 выигрывают. Это чудо господне. Но мы сегодня видели ещё несколько весёлых матчей. Видели, как Васага чуть новичку не проиграл. Ну ладно. Я постараюсь не шутить над ним, когда он придёт. Но ничего не обещаю. Попытка Даджа не удалась. Но гол, кстати, у Валентина теоретизированный сейчас есть с магом. Хотя и непростой. Решил пока не рисковать. Но, кстати, отсутствие ПО это неприятно, Брайд. Всё-таки одно ПО, оно действительно важно. Ой-ёй-ёй, бородавочник. Кабанчика за что тронул? Он как бы козёл, но ещё и кабанчик. Он, странно, что его зовут не Пумба. Так, я смотрю, здесь есть пятка. Ребята, я смотрю, здесь есть пятка рядом. Здесь много эльфов. Эльфы, вы что-то плохое задумали. Так, ребята, эти эльфы задумали что-то злое. Вот что-то сучье задумали эти эльфы, ребята, я уверен. Ну, ах вы ж эльфийские гады. Он так высоко прыгает для пятки. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Ну, спасибо, что без... Опа! Ребята! А швед-то, в общем, не пальцем деланный. А швед-то играет на победку и на мужика, ребята. Ребята, мое уважение. Вот это швед молодец. Никакой пощады. Хаосу ПО обязательно даже Нагогрюзу пришлось брать. Но теперь Нагогрюзу опять придется брать. Парам-парам-пам. Извините. Ну, работу ПО можно было оценить в игре Мастера Зена. Ой, какая неприятная шестерочка. Вообще, у шведа такие хорошие таклисты в команде. Прям от души. И форма у шведа такая симпатичная. По-моему, называется Судья-скелет или что-то типа того. Ребята, я, может, что-то не понимаю, но... Что-то у шведа какая-то очень сильная перестраховка перед одним лонером. Вам не кажется? Ну, у меня есть такое легкое ощущение. Вот. То есть, наверное, была какая-то идея Я не очень понимаю Смысл хода Шведа, вы мне объясните? Да, Нурглям она менее Нужна, но тоже одно было бы Неплохо иметь Но у Джона просто очень хорошая команда в целом Брайт У Джона, типа, общее качество команды Для Нурглей Околотоповая Она в каких-то местах Мне даже нравится чуть больше команда Пупка А сейчас Джон вообще страшный стал То есть, сейчас у Джона Четыре воина СМБ Клавсой При этом Еще у троих воинов есть Гард И у двоих еще есть СФ Зверь идеальный Пачка козлов идеальная Единственное, что всего два такла И нету пятки У Джона команда почти божественная То есть Спокойная заявочка На второе чемпионство Так Трех силовой Семиарморный Буйвол Не прощает Ребята Вообще, конечно, мне что-то жалко Немножко этого товарища Ой, Хессер Мы сегодня смотрели Как ты пытался Третий раз умереть Привет Слушайте, какой, конечно, воин-инвалидушка Даже у Сержика был не такой инвалид По-моему Буйвол прям вообще, не знаю Не похож на воина хаоса Но мне кажется, что Валентин Немножко Как бы это сказать Помягче Переоценил свои силы Я имею ввиду, что Валентин как-то Развязал драку Которую Может не выиграть Вот так вот Воины обратно в Хуманы Разжаловали Да Есть такое Это не РР В команде Хмарей Именно Именно Там Васага Чуть не проиграл Еле-еле на ничейку Отскочил Ну там Там такую позиционку Показывал Фли Бустьер Что без пощады Рерол Но мне опять же Говорю Вот Валентин план на игру выбрал Не очень Я вот уже второй раз Вижу Как план Валентина На игру не работает То есть Один раз Этот план на игру Со мной не сработал И вот теперь Как бы он не работает Со шведом То есть план на игру Типа Мы попробуем Выйти в фулл контакт Или попробуем Зафалить и подраться Это прикольный план И не все ждут Не все ждут его От про эльфов Но проблема в том Что Как бы Рано или поздно Тебя поймают за жопу Вот сейчас Именно такой матч Где эльфов Поймали за жопу И они наказаны Хаос Конечно Относительно Относительно Мягкая команда Но типа Как бы так выразиться Не всегда Получается Одним трюком Выигрывать Все матчи Нужно иметь Какой-то запас Трюков Чтобы это работало Ну если у тебя Нет Изначально Гениальной Позиционки Вот так вот Что-то мне вообще Не нравятся Задумки Я понимаю Что хотел сделать Валентин Я понимаю Но только по-моему Можно было это сделать Немножко под другим углом Ну ладно Ну грубо говоря Швед забьет Свой гол Швед свой гол Забьет Сейчас очень тяжело Шведу не забить А вот Валентин Конечно Ну как бы Придумывает Как бы эти Придумывания Не Закончились Удалением Команды Ну вот теперь Все ребят Вот теперь Эльфы уже точно Не выковыривают Мячик Даже если Очень сильно Захотят Теперь уже просто Мяч ковырять Грубо говоря Нечем Ну не знаю Вот Говорю Валентин Хороший игрок В целом Ну а когда ты Все время Пытаешься Вот Грубо говоря Где-то уже После третьего Хода Стало понятно Что план Не работает И надо начать Играть аккуратно И убегать А Валя Продолжил гнуть Свою линию И тут как бы Полетели Журавли Первые Но опять же Может я Че-то не понимаю Вот Вот если Сейчас Вот этого Паренька Уложат В принципе Там Тяжело Будет Что-то Придумать Конечно Есть Палец Но Палец Не так Надежен Нравится Нравится Либо 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 Супер Лакерной Парень Либо Не знаю Такие Заходы Это На мой взгляд Ошибка Я понимаю Смысл Этого Мага Но Тип Швед Его Ну Это Ошибка Швед Забьет Я Практически Не сомневаюсь Это Развод Ребята Это Развод Нет Тут Конечно Пока еще Остаются Шансы Но Типа Ну Сложно Выковырить Ну Вот Как бы Вот Как бы И Наказание Ну Дарквинг Правильно Свичнулся На Некров Потому Что Такой Плейстайл Не особо Оставляет Те Шансы На Пожить Хотя Конечно Стоит Сказать Что Вышки Стиль Валентина Работает Не так Хорошо Вот Здесь Швед Конечно Пожадничал Но Окей Теперь Вопрос Если Сейчас Швед Не Подберет То Это Конечно Потеря Потеря Это Конечно Подстава Будет Ну Вот Конечно Вышки Вышки Плейстайл Валентина Позволил Ему Обыграть Арткости И не Только Да Арткости Вентареса Непруху Рэша Искатать Ничейку С Даром Но Проблема В том Что Скажем Так Избить У него Получилось Только Вентареса Из всего Этого Набора Вообще За весь Сезон Он Сбил 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 Только Вентареса Все Типа В том же Среднем И до Этого У него Выходило Избивать Несколько Активнее Лучше Короче не знаю Мне кажется Именно конкретно Понимаешь Еще бы Дарков Брать бы Под такой Плейстайл Прошки Очень Хрупкие Дарки Как-то Больше Подходят Под А давайте Лицо Изобьем Я До сих пор Я вспоминаю Тот веселый Матч С Адантом Когда Аданту Развратили Лицо Насколько Могли А еще Кстати У Валентина Был веселый Матч С Уфистом Когда Уфист Играл На Бретонцах Там Валентин Уфисту Лицо Отгрыз Вот Я тут Листаю Просто Он Бокру Лицо Частично Отгрыз В том Сезоне Его Прям Сильно Наказал Только Я Ну там За 26 блоков 7 травм Ой 9 травм 7 нокаутов И египтянин Там За 33 Блока 3 нокаута 8 травм И 2 трупа Но все остальное Время Стратегия Более менее Терпимо работала Но не знаю Мне кажется Вышки Такое Реже Работает Вышки Кубы Другие И люди Другие Как бы Это странно Не звучало Но так То У шведа Не очень Хорошая Ситуация У Валентина Правда На считании В равных Составах Что самое Забавное Притом Швед То уже Без аптеки Это к вопросу О драке Ребят Не Почему в равных Валентин В плюс Одного Валентин Играет В плюс Одного Это Забавно Казалось Бы Как бы Если Говорить Об ударной Мощи Если Говорить Об ударной Мощи И о том Сколько Валентин Подставлялся По идее Должны были Разломать Лицо Валентину А по итогу Валентин Играет В плюс Одного Единственный Минус Что Валя Конечно Мага Отдал Не Очень Я Вот Поддерживаю Смысль Что Мага Стоит Тратить Если Ты Уверен Что При Этом Забьешь А Если Ты Не Уверен Что Ты Забьешь Что Как бы Не Мага Надо Ждать Другого Случа Тут Даже Дев Был Не Самый Безопасный С Таким Магом Там Швед Очень Грамотно Отыграл Не Ну Слушай Кощей Стал Играть Значительно Лучше У Ридорокса Самовозка Пипак Неплохой Игрок Но Тоже На Самовозке Но Подъем Засчитан Тим С Другой Сторон Тим При Этой Иронии Могу Спросить А Че Тебя Вышки Нет Ну Сержик Довольно Интеллектуальный Игрок Не Ну Вот Когда У Меня С Валентином Была История Что Валентин Сел Фулл Контакт Со мной Ну Он Просто Он Пошел Кондедом Фулл Контакт А я За один Ход Не Пофейлил Ни Одного Блока И При этом Еще Хорошо Попячил И Валентин Резко Как бы Потерял Половину Команды На ровном Месте И После Этого В общем Стратегия Простите Поплыла Вот Мне даже Ничего делать Не надо было Я просто Закопал Команду Ну Грубо говоря Проэльфы Сами С разбега Забежали Забежали В лицо Вот Семиарморный Козлик Треснул Ну Чудак Броню Потер Тип Как будто Было Сложно Виу Виу Не сработало Это Очень Неприятный Воин Вот Опасно Тут Надо Два Раза Кинуть Даджи Вообще Подкатер Конечно Душит Ребята Подкатер Крайне Душный Неужели Это Будет Фол Валентин Валентин конечно, переиграл шведы. Тут такое переигрывание было на квадратный метр, что я без вопросов, ребят. Сорян. Мне показалось на секунду, что это была ошибка, но Валентин объяснил, что это был план, ребята. Это был план. План надежный, как швейцарские часы просто. Встанем всей командой под мага, а никто... А, эскатер в руки. Конечно. Собственно говоря, неужели кто-то ожидал чего-то другого, ребят? Я не жалуюсь. Я не жалуюсь. Я за интересный матч просто. Да, поймал. Это правда. Жалко, я не сразу сообразил. Действительно, поймали за руку, как дешевку. Но вообще, конечно, я бы прогорел бы от такого. Швед, наверное, ожидал другого. Знаешь, я думаю, не только швед. На мой взгляд, это была практически вот, ну... Суперотдача. А игра сказала нет. Но с другой стороны, они оба просрали магов бездарно. Вот. Но трудно сказать, кто в этом больше виноват. Так получилось. обидненько. О, привет, швед. Ну, мага ты кидаешь прямо на уровне вышки, швед. Маг просто мое почтение. Я бы сказал, ты магом практически вот вообще-то Валентина заставил поволноваться. Именно этого я и ожидал. Ну, швед опытный игрок вышки. Он действительно ожидает таких магов. Простите, пожалуйста. Мне маг в атаке не помощник. Это хорошо звучит. Гуси, свиньи не помощник или что-то типа того. У нас есть Алекс Гус. Надо еще добавить какого-нибудь там. Я не знаю. Федю свиной или что-нибудь такое. Не, ну это был обидный момент, швед. На мой взгляд, на мой взгляд, типа, тебе дали потрясающую возможность подмага. То есть я без вопросов, без вопросов, типа, маг был очень хороший. Ну, в смысле, идейно маг был именно такой, какой надо. То есть там встало хорошо, были кубы в мяч. Маг, конечно, супер предательски сыграл. Ну, ладно, смотрим дальше. От этого матч стал, о, смена погоды. Мне еще нравится, что Валентин, в принципе, что-то не особо ломается. Валентин, в принципе, не знаю же про эльфов в такие моменты. Ну, вообще, конечно, там еще остается палец. Против пальца тяжело. Палец может войти в самый ненужный момент и в самое ненужное место. так. Ну, пробоя нет, это понятно. Как известно, заслужил. Редактор субтитров это вообще у шведов в этом матче что-то работало. И, кстати, в этом матче в очередной раз выясняется, что отсутствие ПО играет. Эфируга, вопрос. Аптечка сработала. Да, ладно, это правда. Эфируга, все довольно просто на тему результатов матча. Вот если ты скажешь результат матча, а после этого чатик попросит тебя забанить, я тебя забаню. Но если чатику все равно, то, конечно, можешь рассказать результат. Очень предельно просто работает схема. Она надежная, как швейцарские часы в такие моменты. Но шведу уже приходится фуллконтактить и марчить всех, у кого нету собственно говоря даджа, вот. За это, правда, немного в лицо будет. Тут халявный удар, притом жидноватый халявный удар без блока. Очередная поп... Ой, как хорошо залетела. Неприятная шестерка. Как хорошо они кубы дают. Да нормально. Ну, седьмой армор уже второй раз, как бы, там прилетает. Привет, Туфист. А мы тут тебя вспоминали сегодня. Как раз-таки в контексте Валентина и того, что стратегия Валентина иногда работает. Вспоминая твой матч с Валентином. Мне начинает казаться, что Валентин очень сильно верит в то, что швед не кидает даджи. А швед вроде как кидает даджи. Но швед аккуратно играет. Тут можно красиво вытолкнуть свою команду. Агила пришла козленку молодому брать, не брать. Брать, конечно, швед. О, и Валентин тратит аптеку. Ну, игра мужиков, да. Игра мужиков. Игра не мальчиков, но мужей. Так, ну, я смотрю, швед не верит в силу шведа. Ладно. На счету тут кубы в мячик-то ну, не самые простые. Проблема в том, что такла нет. Без такла немножко тоскливо. Но, с другой стороны, палец бью-вью-вью. Но палец не очень. Палец не очень. Но Валентин, по-моему, пошел во все тяжкие. Я имею в виду, что тут такой фулл контакт, что уже как бы страшно. Страшно вырубай. Сайдстеппер сел на мяч. Но, с другой стороны, Валентин уже играет на ничью. Нету ни одного забегающего на гол. Это да, швед. Это да. Так. Это да. Не все приятно. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...